Каждый раз, когда читаешь о каких-то людях, которые попадают в места лишения свободы за право быть собой, называть вещи своими именами, говорить о чем-то свободно, садятся за слово или за поддержку других людей, которые попали в заключение несправедливо, ты понимаешь, что эти люди попадают в такую же ситуацию, в которую попадал я. Об этом говорить тяжело, но об этом люди забывают и абстрагируются от тех проблем, которые существуют. Степень солидарности, которая была в 2020 году, она снижается и люди абстрагируются и забывают, что вокруг них живут другие люди. Человек, который работает в системе, не понимает, что он садист и быть садистом для многих людей не является проблемой или каким-то моральным выбором. И очень-очень прискорбно наблюдать моменты, которые ты читаешь в новостях. Новости начинают задержание, заканчивая тем, что те же самые международные структуры, которые должны защищать права людей на основе декларации прав человека, забывают про эти фундаментальные права, которые соблюдаются в каких-то странах, а каких-то нет. И на это закрываются глаза. Все говорят о том, что пытки и издевательства в тюрьмах прекратились. Нам нужно перевернуть страницу и как-то идти и искать какие-то новые способы взаимодействия с теми людьми, которые нас пытали. Я считаю, что это не так. И они не прекращаются до сих пор и происходят каждый день. Я столкнулся сам с этим в тюрьме, начиная от переполненных камер, заканчивая реальными избиениями и применением электрошокеров, дубинок и всего остального. Далее все продолжается и будет продолжаться это не оказание медицинской помощи. Эти темы поднимаются до сих спор. И сейчас, в контексте того, что многие политические заключенные, вообще в принципе заключенные, сталкиваются с тем, что медицинской помощи в колониях и тюрьмах не существует. Люди, которые переносят даже какие-то легкие заболевания, они страдают и приобретают какие-то хронические формы. Потому что даже банальные препараты ты врачей получить не можешь. И это считается нормальным. Людям со специфическими заболеваниями точно так же не оказывается медицинская помощь. Людям с психологическими заболеваниями был свидетелем, когда человеку, над человеком, который болеет шизофрении, по сути своей, издевались. Или людей, болеющими различными, не знаю, неврологическими заболеваниями, заканчивают препаратами, которые не соответствуют их вариантам лечения, как подходящего лечения. Потому что лечение, ну, толком не оказывается. То есть не производится никакой дополнительной диагностики ничего. Это тоже по сути своей пытка. И этим пыткам подвергаются люди каждый день. начиная от формы одежды, которая, которая просто сама по себе тебя пытает каждый день. Потому что летом в ней невозможно жарко, а зимой невероятно холодно. Обувь, которая, в которой невозможно ходить и разваливается у тебя на ногах после, не знаю, двух недель или одного дождя. И на международном уровне многие забыли вообще, что существуют эти проблемы. Эти проблемы существуют во многих странах, но в Беларуси они достигли каких-то невероятных масштабов. прихcede опять возможности. Ч up and gro tal. Горнета